Посмотрите на эту фотографию. Думаете, это просто старинное семейное фото отца с дочкой? А вам не стало любопытно, что за предмет держит юная леди? Это не игрушка, а взрывной огнетушитель. Создал его этот господин, ее отец, Наум Борисович Шефтель. Огнетушитель или пожарогаз Шефтеля. Прадедушка вот такого порошкового огнетушителя, который наверняка есть в вашем автомобиле. Сегодня существует несколько подвидов огнетушителей, мало кто в них разбирается. Но позаботиться о нужном огнетушителе у вас дома или на месте работы стоит заранее. Ведь по статистике около 40% начавшихся пожаров тушатся при помощи огнетушителей. Представьте, крупных возгораний было бы в два раза больше, если бы не это важное устройство. В этом видео я расскажу о том, что должен знать об огнетушителях каждый из вас. Мы научимся пользоваться огнетушителем правильно и разберем, что нельзя делать в случае пожара. Ведь это знание когда-то может спасти вам жизнь. Поехали! Не все огнетушители маленькие и легкие. Есть вот такие передвижные огнетушители. Весить они могут до 400 килограммов. У них может быть не одно, а сразу несколько емкостей для зарядки тушащего вещества. А вот огнетушители весом до 20 килограммов считаются переносными. Каждый из нас должен уметь читать маркировку на корпусе огнетушителей. Нам нужны вот эти буквы. Все пожары делятся на следующие классы. Класс А. Воспламенение твердых горючих веществ. Б. Жидких горючих веществ. С. Газообразных горючих веществ. Д. Металлов или металлоорганических веществ. И, наконец, Е. Электроустановок, находящихся под напряжением. Водные огнетушители пригодны для тушения пожаров категории А и Б. Но ими запрещено тушить горящие приборы под напряжением, сильно нагретые или расплавленные вещества, а также соединения, бурно реагирующие с водой. Такими же недостатками обладают и воздушно-пенные, и воздушно-эмульсионные огнетушители. Никогда не тушите этими видами устройств электроприборы. Это может стоить вам жизни. В нашей жизни мы чаще всего встречаем порошковые огнетушители. В них нет воды и проводящих электричество веществ. Ими можно тушить пожары категории А, Б, С и бытовые электроприборы. Порошковый огнетушитель – это универсальное устройство. Но и он имеет свои недостатки. Порошок, содержащийся в огнетушителе, в отличие от воды, эмульсии и пены, не охлаждает нагретые элементы. Пожалуй, самый существенный недостаток этого вида огнетушителя – в помещениях он создает плотную завесу. Порошок забивает глаза и дыхательные пути. После такого пожара нужно убедиться, что возгорание действительно ликвидировано. А еще после применения порошка вам придется как следует убраться на месте возгорания. Еще один распространенный вид огнетушителей – углекислотные. Они с успехом применяются для тушения любых пожаров, в том числе для тушения оборудования под очень высоким напряжением. Пользоваться таким огнетушителем можно только в перчатках. Газ, выходящий из сопла, охлаждается до сверхнизкой температуры и может обжечь вам руки. И будьте осторожнее, если вам предстоит использовать углекислотный огнетушитель в маленьком помещении. Углекислый газ, выделяющийся при использовании, может вызвать удушье. Еще есть хладоновые огнетушители. В последнее время они все чаще встречаются на рынке. Их применяют там, где хранятся материальные ценности, на производствах дорогостоящего оборудования и в транспорте. При тушении они образуют хладоновый снег, который со временем растворяется, не оставляя следов, даже на бумаге. Такие устройства заправляют веществами, в состав которых входят фтор, бром и хлор. Как вы понимаете, это токсичные вещества, поэтому нельзя применять хладоновые огнетушители в закрытых помещениях. Сегодня пользоваться огнетушителями довольно просто, и все мы, хотя бы в какой-то мере, представляем себе, как они устроены. Но еще в 19 веке все было не так. Пожары были серьезной проблемой. Бригада огнеборцев не всегда могла добраться до места бедствия. Патенты на изготовление огнетушителей подавались ежегодно, но конструкции этих приспособлений были далеки от идеала. Пожарогаз «Шефтеля», о котором мы говорили в начале ролика, особенно отличался от всех переносных устройств для тушения огня. Внутри него была емкость с целым коктейлем из огнетушащих веществ, а в центре емкости располагался патрон с порохом. Представьте себе, чтобы потушить огонь с помощью пожарогаза, нужно было поджечь бюкфордов шнур и бросить устройство в самый очаг. По замыслу «Шефтеля» огнетушитель взрывался и разбрасывал вокруг себя порошок. Одно время пожарогазы применяли, но в некоторых случаях все заканчивалось очень плохо. Нередко устройство лишь усиливало возгорание, а иногда взрывалось в руках у самих пожарных. В 1906 году россиянин Александр Лоран запатентовал другой тип огнетушителя – пенный. Он создал свое детище под впечатлением от мощных и трудно поддающихся тушению пожаров на нефтяных месторождениях. Сегодня изобретатели создают новые виды огнетушителей. Одно можно сказать точно – современные огнетушители практичнее и удобнее своих предшественников. Принцип использования всех огнетушителей примерно одинаковый. Необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор чеку. Затем ударяем рукой по кнопке запускающего устройства или давим на пусковой рычаг. Направляем струю на очаг горения. Ни в коем случае не переворачиваем огнетушитель, ведь тогда огнетушащее вещество перестанет поступать по трубке. И помним, что для углекислотных огнетушителей необходимо использовать перчатки. Есть несколько универсальных правил тушения пожара огнетушителями. Тушить пламя следует на расстоянии в полтора-два метра с наветренной стороны. То есть ветер должен дуть от вас. Целиться нужно в основании очага как можно ниже. Если возгорание произошло в нише, тушим пламя сверху. Если возгорание произошло в офисе или квартире, сначала обесточьте помещение. Это правило особенно важно, если в вашем распоряжении огнетушители на воде, пене или эмульсии. После тушения убедитесь, что пламя полностью ликвидировано и возгорания больше не будет. Обязательно ознакомьтесь с правилом использования огнетушителя, который находится в вашем доме, офисе или машине. Помните, эти знания могут спасти жизнь вам и вашим близким. Важно поддерживать огнетушителя в работоспособностей. Индикаторы давления у огнетушителей должны быть в зеленой зоне. Они должны быть своевременно проверены, заряжены и взвешены. Правила проверки исправности устройств вы найдете на маркировке. К сожалению, не все огнетушители одинаково эффективны, а некоторые и вовсе некачественны. Как же правильно выбрать огнетушитель? Покупайте огнетушители в специальных магазинах. При покупке запрашивайте сертификаты соответствия. Попросите консультанта подобрать вид устройства специально для вашего помещения. Не экономьте, выбирайте огнетушители только в металлическом корпусе. И еще, объем имеет значение. Огнетушители весом менее 2 кг малоэффективны, а порой и просто бесполезны. Ежегодно огнетушители спасают тысячи человеческих жизней и предотвращают чудовищные трагедии. Ведь первые минуты возгорания решают, грозит ли небольшая неприятность серьезным пожаром. В деле борьбы со стихией, ваше главное оружие, информация, от ваших знаний и действий, зависит ваша безопасность. Если в вашей квартире, на даче или в офисе до сих пор нет огнетушителя, самое время его приобрести. Сегодня это может позволить себе каждый. Будьте осознанны и бдительны. Соблюдайте технику безопасности. Берегите себя и своих близких. И обязательно поделитесь этим видео. До встречи в новых выпусках.